Начало строиться защита на истине. Здесь у нас все схвачено. Там все в доле. В итоге два суицида. Имеются три причины. Здесь суд. Суд. Я все понимаю, но суд. Суд публично и открыт. Но это дело даже не в этом. За то, что я вам не верю. Не верю. Почему? Ну, не верю. Не верю. Не верю. Вы знаете, мой дорогой, подержите, пожалуйста, на минуточку. Как-то я последнее время перестал доверять Бендеру. Что-то он не то делает, Шура, не то. Ну-ну, а вас-то не спрашивают. В чем тут ну-ну? Вы знаете, как я уважаю Остапа Ибрагимовича. Это такой человек. Вы сейчас будете сходить интервью, да? У вас? Нет. А вообще? Вообще не знаю. А что, у вас предвзятые отношения какие-то? Нет, у вас не предвзятые, у вас предвзятые. Серьезно? А на чем он основан? На ваших видео. Серьезно? На ваших комментариев, когда вы снимаете видео. А что вам не понравилось? Нет, мне все понравилось. Отлично. А в чем предвзятые, Серьезно? Отличный стонарь. Замечательная режиссура. Благодарство. Но. Но-но. Причем тут но-но? Вам, Шура, я скажу как родно. Я очень уважаю Бендера. Очень. Но. Но, как бы сказал Станиславский, Как знаменитая праздность Станиславского. Не верю. А? Не верите? Не верю. Не верю. Я верю. Не верю. Ну не верю. Паниковский не обязан всему верить. Шура. Не верю. А? Не верите? Не верю. Не верю. Я верю. Разве это фокус? Не верю. Люди, может быть, не поверят. Но это и рассчитано же на аудиторию. Верно? Ну, показано как есть. Мы с вами все понимаем. А что, во что вы там не верите? Во все или что-то конкретное? Нет, я не верю. Вы не очень-то. Ведь Бендер из вас делал человека. Вспомните, как вы в Арбатове бегали с гусем. А теперь вы служите, вы получаете ставку. Вы член общества. Нет, я не верю. Истинность того, что написано в Арбатове. И тому много причин. Как вы это читали? Ну, я вас умоляю. Вы да не читали. За пересадку. Я не читал, наверное. Вы год и до в этом варитесь. Серьезно? Я вам серьезно говорю, я не читал. До свидания. До свидания. До свидания. Год назад что-то подделывали подписи, заявления. Короче, сверхурочную работу ее назначили, заставили работать сверхурочной, без ее воли и не оплачивали. Она подвела в суд, здесь в Сургуте проиграла, в хантах выиграла. И 300 тысяч, короче, судья. Там 260 что-то, то, что она отработала, это заработная плата. Что-то 30 тысяч моралка и 40, что-то там компенсации, что-то такое. Короче, где-то 300 тысяч, короче. Не слышишь, что ли? Я тебе не скидывал? Да. Сказали, где-то, где-то. Вот, а где-то недели три назад мы ее и звезду вручили. Ну, это я уже сказала. Не сказали, в каком кабинете? Нет. Девушка, в каком кабинете были? Благодарствую. Там же 129. Единственный туалет? Общественный, да. А так у каждого по два-три туалета. У них есть тут типа комната для отдыха или как-то у них называется. Вон они, заходят, закрываются и все. Там у них и кофе, и чай, и туалет. Как будто назовут для нас вообще, да? Для кого для нас? Для посетителей. Да. Да, да. Ну, если у них представители банка раздеваются в кабинете секретаря, сидя за компьютерами секретарей. Да, сам видел. У нас, конечно, нет такого. Представителя банка видел и представителя Роспотребнадзора. Заходят как все домой, открывают шкафы. Все пролегированы. Раздеваются. Да. Ни номерка, ни бирки, ничего. Как дома. Повесили. Повесили. Представитель банка заходит и раздевается. Почему я не могу? Как себе домой, да? Да. Я взмутился и говорю, а почему? Я никогда меня ни разу не прекратил. Держи принципы одноправить. Здравствуйте. 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 А вы как, по документам прошли? Конечно. А какой документ показывает? Паспорт? 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 Гражданина К? Гражданина К? Да. Благодарю. Очень хочется, наверное, объективно осветить данный инцидент. Им-то? Да. Нет. У них задача, они вот… Формальность просто? Да даже не формальность. Суд длился где-то два часа, да, по времени. То есть, с учетом дороги, короче, они потратили где-то часов шесть, да, каждый из журналистов. Их было человек пятнадцать. Вот пятнадцать умножаем на шесть, это сколько человек часов было потрачено. А в итоге у них выходит ролик, да, максимум на две минуты. Я тоже присутствовал как журналист. И видео получилось на полтора часа. От начала до конца все самое важное. Они очень хорошо освещали это дело, когда журналист палец там, Олег, он с какой-то проблемой на стоянку приехал. А вот он, вот он только что прошел в желтом пуховике. Да. Евгений не упакует. Это псевдоним. Он, наверное, начал разговаривать, ну, корректно, да. А со стороны стоянки вышли и говорили, там, угрожаясь. Ну, короче, вот кинулись на него взрывы и отпались там. Вот тогда наше телевидение, когда вы говорите объективно, все это сделал. Нет, нет, нет. Все слова были сказаны и показаны. Я говорю, почему когда с кем-то другим так случается, они всегда это доводят до... Здравствуйте. А вот с ними, я вот один раз единственное видел, то, что они так вот сказали правду и то, что эта стоянка как бы... Ну, судя по экспертизе, палец он сам себе сломал об голову. Ну, главное. Директора штаба стоянки. Там получилась, ну, у них потасовка вот этого не все. Видео-то видели, да? Полно. Нет, тут просто сейчас громкий процесс будет. В курсе, нет? Нет. Суд над медсестру и травмцентра, старшая медсестра, довела младшую медведь. До самоубийства, да? Да, да. Вот этот процесс сейчас второй заседаним. Ну, хорошо бы, если бы это все на чистую воду, ну, справедливость восторжествовало, потому что они иногда позволяют себе лично разговаривать, но между собой некорректно разговаривать. А еще мало того с пациентом, как захотел, так и видеть себя. Не все, но я имею в виду некоторые виды, что есть некоторые, ну, вообще сейчас вот в этой сфере, знаете, человека, ну, базаром Божьим, ну, в медицине что-то. На прошлом задании, помнишь, адвокат со стороны, это, спокойно, без оскорбления, без навешивания, не рыбоках. Лучше промоцией, если вы не знающихся. Вот. Они пытались мне запретить, потому что у меня было просрочено удостоверение журналистов. Тут можно как бы, есть основания. Но вот адвокату сейчас правильно сказал это. Либо всем, либо никому. Да. Да, да, да. А если ты хочешь конкретным отказать, то у тебя должны быть основания. Если ты скажешь, что они не объективно освещают, ну, извините, у них аккредитация есть, подавай в суд, лишай их аккредитации, тогда поговори. Понимаешь? А так они официально признанные СМИ в Роскомнадзоре зарегистрированы, статус действующий, не имеют права отказать. Иначе они подадут иск и будут правы. Это воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. Есть такая статья 140 УК РФ. Девушка, заседание открытое? Открытое. А почему слушателей не пускают на входе? Да. Не подскажете? Вот такое открытое заседание. Здравствуйте. 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 Надеюсь, у нас в questoом то, что ты нам передают субтитры? В С Таркутской городской суд продолжает судебное заседание Потерпевший Таш Магометов и представитель потерпевшего Кротова. Итак, а в присутствующем суда вы сняли данные судебные заседания по уголовному делу. Итак, подсудимая, вам состав сюда понятен? Да. Правый на отвод понятно? Да. Отводы имеете? Нет. Не имеете. Зачастую, пожалуйста. Не имеется. Воды вы слышите? Не имеется. Потерпевший? Не имеется. Добро пожаловать. Итак, отводы с вами отводов не поступило. Пожалуйста, действует ввода имеется в сторону коррекции. Достаточно ли? Не имеется. Потерпевший, пожалуйста. Не имеется. Никогда доступите о... Прошу запустить в качестве свидетеля Кротова и Евгения Викторовича. А представителя. Благодарю. Итак, пожалуйста, мнение обеспечившего мобильника. Прошу с ним отражать. Судимаем. Защитник. Прошу с ним отражать. Итак, в счетом мнения о стране, то я не подниму, когда я буду повторить. И запустить в качестве представителя, я хотела. Прошу подновить Евгения Викторовна. Итак, устанавливается личность. Пусть среди свидетеля, пожалуйста, назовите ваше помидорное отчество. Адвокат вы подводит Евгения Викторовна, действуем на основании ордера. Являетесь вы тем? Адвокатом. Напомните, пожалуйста. Центральная коллегия адвокатов, адвокатский баланс, в городской области. Ага. Благодарю. Итак, личность установлена по доставлению адвоката и полномочия подтверждается ордером 562 от 20 февраля 2023 года. Благодарю. Итак, рассматриваем ваши права и обязанности как представителя. Итак, вам права понятны? Да, права понятны. Понятно. И для вас отдельно объявляю еще раз состав, поскольку вы допущены. У нас рассматривается уголовное дело в составе председательствующего судей. Протокол ведет помощь к суде Казак. Также участвует достаточно объявляет помощь прокурора города Сургута Лещинская и защитников Затар Чичил. Итак, рассматриваем еще раз полностью рассматриваем право на оборудование. Итак, вам состав сюда понятен? Да, понятен. Право на оборудование понятно? Да. Отводы имените? Нет, отводы имените. Отводы имените. Благодарю. Итак, спасибо большое, тогда присаживайтесь. Не имеется, когда вы скажете. Пожалуйста. Ваша честь, я прошу закрыть судебное заседание на время допроса потерпевшим. В связи с тем, что, по моему мнению, будет обнародована информация, защищаемая законом, составляющая личную тайну, в том числе и нарушающую права несовершеннолетнего ребенка. Благодарю. Только вы желаете видеозапись прикрутить? Нет. Или закрыть судебное заседание? Закрыть судебное заседание. На время допроса. На время допроса. Пожалуйста. Вы слышите на днику, Даша. Может, если я подержу данного податства, то сейчас уже нужно было его воду подверить. Ладно, дядя. Пожалуйста, подсудимая. Я проследили, ответят. Ладно, дядя, пожалуйста. Я не возражаю прочие взаимоподатства, но в части, ввиду того, что уже об этом речь шла в судебное заседание, о том, что видеозапись прекращена, но считаю, что не имеется никаких оснований для того, чтобы закрывать судебное заседание, потому что перечень, который позволяет сделать предусмотрен запон, он исчез. В настоящий момент не вижу никаких препятствий для того, чтобы именно закрывать судебное заседание. Благодарю. Благодарю. Итак, в таком случае суд переходит в исследование письменных документов, и следующее, пожалуйста, желаете продолжить? Да, ваше личное предложение следует, если вы не есть, вы не делаете, вы уже видите, кто просто потерпевший. Так, а возражения будут, пожалуйста, потерпевшие? Нет, возражения нет. Нет, возражения нет. По терминам? Нет. Зачем? Благодарю. Итак, у нас в предыдущем судебе заседания определено было, что видеофиксация при оглашении материалов, который он у нас делал, не делается, поэтому, будьте добры, пожалуйста, пригласите видео. Спасибо. Всем привет. Сегодня прошло второе якобы открытое заседание 20 февраля 2023 года по делу номер такой-то о доведении до самоубийства по части 1 статья 110 УК РФ по обвинению Матвичук Ольга. Ни одного слушателя не пустили в здание Сургутского городского суда. Если на прошлом заседании их не пустили в зал заседания, большинство из них, только трое, по-моему, прошли, то в этот раз вообще ни одного не пустили даже в здание. Помощница судьи Казак Тамара Николаевна подтвердила, что заседание открытое, но на вопрос, почему не пускают слушателей в здание, промолчало. В зале заседания, кабинет 529, было как минимум 20 свободных сидячих мест для слушателей. Секретаря заменили и не было ни одного пристава на этаже. Во время допроса Радика его сильно трясло. Во время допроса Матвичук отрицательно двигала головой влево и вправо и при этом теребила бумажку, свернутую в длинную трубку. Дальше идут цитаты телеграм-канала Мегаполис Югра. Радик заявил во время допроса, мы больных пичкаем просроченными таблетками. Это со слов супруги его погибшей. Был бы у меня автомат, я бы вас всех таких-то расстреляла, говорила нам Матвичук на планерках. Вопрос прокурора был. Как вы думаете, что стало причиной ее суицида? Ответ Радика. Довели на работе. Ее методично добивали. Самое ужасное, когда начали тюрьмой угрожать. Айжан верила угрозам Матвичук по поводу того, что после увольнения из травм-центра медсестра никуда не сможет устроиться. Айжан мне рассказывал, что такие случаи уже бывали. На вопрос адвоката Чепчу. На стадии предварительного следствия вам угрожали? Да. А как вам помогли? Дали газу и баллончик сказали, чтобы сам защищался. И смешно, и грустно. Так, при допросе Радика прокурором адвокаты ни разу не возражали. Ни адвокат Матвичук, ни прокурор ни разу не возражали. Вообще странный какой-то допрос был. Мало кто возражал. По-моему, только три или четыре раза возразила Евгения. Это адвокат Радика. Так, вопросы задавал также якобы судья Трояновский, который до этого ни разу не возражал и ни разу не снял ни одного вопроса. Что тоже очень странно. Напомню, что Трояновский имеет относительно малый опыт в уголовном праве. То есть это его буквально там 10 или 11 дело, которое он взялся по уголовке вести. До этого у него были только гражданские, административные дела. Через два с половиной часа допрос был окончен. Перерыв до завтра. Следующее то ли полуоткрытое, то ли полузакрытое заседание будет завтра, 21 февраля 2023 года в 14.30. У вас впечатления, не то что даже впечатления, а вопросы в поводу того, что Ольге Матвейчук, ее в принципе не звучало нигде. Я с вами не согласна. Сегодня допрашивали потерпевшего в том числе, и он прямо указывает на Матвейчук как человека, который довел до самоубийства его супруга. Какие-то... со всеми свидетелями удалось договориться на том, чтобы они участвовали в процессе со стороны? Правильно. Ну, адвокат, даже если участвует как представитель потерпевшего, вопросы не решает такие. Хорошо. По поводу оплаты труда. Вот мы знаем, что были сборы. Вообще удалось ли оплатить ваши услуги? Это адвокатская тайна, в том числе и по гонорару, поэтому я не буду комментировать. Не по гонорару, сейчас можно я уточню. Вообще, люди, которые хотят участвовать в этих сборах, они законны? Ну, то есть, действительно, это идет на оплату ваших услуг? Ну, это вопрос не ко мне. Мои услуги оплачены. Вы разговаривали с нанимателем, почему они захотели брать адвоката из Сургута, почему обратились в ЕКБ? С доверителем? Да, да, да. Нет, такие вопросы мы не решали. Вы часто в медицинских процессах принимаете участие? С чьей стороны? С разных. Насколько вообще это распространено, это где-нибудь до самимубийства, стена в больнице? Ну, я считаю, что в округе Хмалу это первый случай в медицине. А вообще по России, по стране, там, в ЕКБ? Не могу прокомментировать. В вашей практике не было подобных? Нет, по 110-й нет. Насколько это сложное дело для вас? Для меня эмоционально сложно, конечно. Почему? Потому что умерла молодая женщина, остался маленький ребенок, без матери. Сиротовка, после детей. Ну, с отцом, конечно, тем не менее. Ваши шансы как оценивать? Ну, я не тотализатор. Он уверен доказательный, но мудричок. Я считаю, что материалов дела имеются все доказательства. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. А можно еще пообщаться с... Я думаю, что он не сможет. Устал, сам еще выигрывается. Евгения, вы все, да? Больше ни с кем не будете общаться? Отлично. И Радику запретите, да? Да. Чтобы я не бегал, не разрывался. Потому что сейчас... Чепчу, я так понял, вообще нет? Вообще с чем не брать? Убежали? А, нет, вот он здесь. Сейчас. Может, у него будут интервью брать? У Чепчу будете брать интервью? У Чепчу? Адвокат, это, обвиняемый. Он сказал, что он не хочет, чтобы я в него интервью брал. А вам, да, он сказал, даст. А не пускаешься, а почему он слушает или не пускает процесс? Опять распоряжение председателя? Все, сюда. Вам приказали молчать? Я говорю, что я... А? Я сказал вам, что я... Да? Да, не слышал. Тут шумно просто. А как тут открытие? Вот там 20 метров свободно было. А как тут, давай, подъезжал. Маленькое помещение. До свидания. Всего хорошего. Все равно не верю. И все тут.